Так, секундочку. А какая-нибудь ложечка здесь есть? А вот это мы забыли взять. Есть только палочка такая, и можно помешать, а вот тут есть сахар. Отлично. Вот эти вот девушки и вот этот юноша. Вот, я так не очень путаюсь вообще. Дело в том, что у нас идет сейчас шахматный турнир. Чемпионат Москвы по Блице. А у нас тоже шахматы с собой, между прочим. Да, можно поиграть прям в футбол. Я понимаю, да. И девушки меня любезно угостили совершенно бесплатным, замечательным чаем. Я надеюсь, что он еще и горячий. Сейчас попробую. Так, и теперь поделитесь, пожалуйста. Откуда у вас средства на то, чтобы всех кормить бесплатным чаем? Тут кормят бесплатным чаем. Вот это одна из участниц чемпионата Москвы по Блицу. Ну, сейчас тут набегут, я не знаю. А мы вот вам смотрите, это у нас просто такое заведение, где все бесплатно, кроме времени. Вот, то есть там кофе очень вкусный, чай, всякие сладости, мероприятия. А сколько стоит? Да, туда можно приходить, делать все, что угодно. И не обязательно при этом заказывать какую-то еду, чтобы где-то посидеть с кем-то пообщаться. Потому что еду можно привезти с собой, свою. Так, и что это за учреждение? Смотрите, вы только за время при этом. Вот. И вот я могу вам подарить 40 минут у нас бесплатно, чтобы вы пришли к нам, посмотрели. Так дайте и мне, дайте и мне. И таблеток от жадности. И побольше, побольше. Ой, спасибо большое вам, спасибо. А что, приходите к нам в шахматы? Где ваше это заведение? Да, у нас очень много шахматов. У нас их в Москве два, но конкретно наше, на Тверской, прямо на самой Тверской, да и здесь есть адресовый тоже. Прямо рядом с Елисеевским мы торжественно там обосновались. И какова цена времени? Два рубля в минуту, то есть 120 в час получается. Ну, это совсем не дорого. И вообще-то оригинально для Москвы. А больше четырех часов уже бесплатно. То есть, если вы целый день перстите, поиграете в шахту, поедите, побегаете кофе. Чае, там, поиграете на пианино, почитаете книжку, то вы заботитесь за все это 480 рублей. Да, посидите в какой-то лекции, концерте, да. Да, у нас проходят разные все эти мероприятия и очень охотно сотрудничать. Можно еще визиточку? Да, вот, берите. С разными молодыми творческими там визитами. Визиточку я обязательно возьму, я все это... Я хочу, что это для Москвы-то сбежу, а то от всяких хобби-хаут и шоколадей уже вкусно, нежно. Одно и то же. Так, еще раз адрес вашего замечательного заведения. Тверская улица, дом 12, строение 1. Так, друзья, все собираемся на Тверской 12 и поиграем в шахматы. С Эльмирой Мерзоевой. И мы ведем там время. Да, зимой приходите в строительство. Это, между прочим, очень ведущие, известные девочки, шахматные телеведущие. Это не просто так вот. Вы думаете, вот, стоит Эльмира Мерзоева. Подумаешь. Ну, прошло время. А можно еще печенюшку? Вот. Тут мы лопаем печенье, объедаемся. Ну, это очень здорово. Просто, как бы, вообще вся идеология нашего Мерзоева в том, что, как бы, мы всех принимаем очень тьмо. И, ребят, у нас нет никакой официальной натянутой атмосферы, там нет никакой обслуги, нет нам клиентов. У нас есть площадь и помощь, и, как бы, есть помощь, да. И мы... Эльмира, пожалуй, имеет смысл сыграть в фахматишке, там прийти. Я думаю, что, как минимум, туда имеет смысл ходить, провести там это время. Да. Насладиться атмосферой. Как я сказала, для Москвы это реально очень свежая. Кстати, видела сейчас... Ну, 2 рубля в минуту, это совсем недорого. Про Ваши заведения, ну, вот, типа, такого рода, то есть, новое, вот, типа, приходишь туда, ни за что не платишь, но вот, платишь именно там, либо за посуду, либо за что-то, да? Да, то есть, да, как сказать, то есть, по-другому подошли. Ну, да. Платишь не за сами продукты, а либо за время там проведенное, либо за какие-то допуслуги. Либо за какие-то допуслуги. Ладно, собственно, первым местом открытым, по какому принципу. Отлично, молодой человек сидит тихо, спокойно, он не волнуется. Это, наверное, владелец того заведения, нет? Да, скорее всего, главный идеолог. Главный идеолог, да. Главный, не подсидящий в оболочке. Вот. И у нас, главное, можно организовать всякие...